Здравствуйте, шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем готовиться к празднику Песах. Есть удивительный закон, который говорит, что запрещено кушать мацу с начала месяца Ниссан 2 недели, пока не наступит праздник Песах. Заборонено! Очень сильно заборонено, и мудрецы говорят, кто кушает мацу в канун праздника Песах, это как будто бы человек находится со своей женой в день свадьбы. То есть свадьба у тебя в пять вечера, а ты уже вот не дожидаешься свадьбы, идешь к своей жене. Это уму непостижимо, говорят мудрецы, кушать мацу до праздника Песах. Что здесь сказано? Что это означает? А это означает, что Песах это не только какой-то там праздник большой, это веселье, веселье между Богом и людьми. У нас будет огромная свадьба. Кто жених, кто невеста. Невеста это мы. Жених это творец. Самая удивительная связь между двумя посторонними людьми, это веселье. Раньше они друг друга не знали, теперь они самые близкие люди, которые рожают и воспитывают детей, служат Богу вместе. С супруги это удивительная связь. Сравнивается отношение между людьми и Творцом, как муж и жена, человек и женка. И это праздник Песах. Говорят нам наши мудрецы, почему маца круглая? Вы все видели, наверное, такая маца ручной работы? Она круглая. Или кто знает, марокканские, йеменские евреи, они кушают такие специальные маца пита. Она как пита, просто как булочка. Вонатэш круглой формы. Чему? Чему сам и так? Почему не можно срубить мацу треугольной? Почему не сделать мацу квадратной? Почему маца круглая, говорят мудрецы, потому что кольцо, которое супруг дает, жених дает невесте круглая, маца символизирует кольцо. Песах длится семь дней. По числу дней пира жениха и невесты после свадьбы. Шево-броход, когда парень с девушкой женится, семь дней они празднуют. И эти семь дней это праздник Песах. Когда мы кушаем мацу в ночь Песаха, мы произносим перед ней ровно семь благословений. Кидуш, карпас, на телат ядаем, аляхиат маца и так далее, и так далее. Ашкивейну, шихияну. Там есть ровно семь благословений. Чему самый сим? Тому еще мы под хупой, когда жених и невеста находятся вместе, и они создают свою семью, заключают этот удивительный союз, вон и тэш произносят семь благословений. Ровно семь благословений. Ровно семь дней Песах. Маца круглая, потому что это кольцо. Песах это то время, когда Творец нам открывается. И он говорит, люди, вы меня обычно не видите. Ваши глаза вам мешают. Но сейчас вы можете познать, что я ваш Творец. И я вас бесконечно люблю. И це наше веселье. Это такой-такой святой день. Это огромный-огробный праздник. Также мы знаем, что на пасхальном столе лежат три мацы. Мы берем среднюю мацу и ломаем ее пополам. Что это означает? Есть много разных объяснений. Скажу вам одно. Это означает, что мы ломаем мацу, мы ломаем это вот обручальное свадебное кольцо. Потому что когда-то мы согрешили и сделали золотого тельца. И когда ты, получая Тору, это же наша свадьба между Всевышним, мы сделали золотого тельца. Мы как будто бы, это как будто бы жена изменила мужу, говорят мудрецы, во время свадьбы. Поэтому мы ломаем эту мацу в знак вот этого скорби, что Всевышний знает, что у нас уже была одна свадьба, но мы тебя подвели. Почему именно вторую мацу? Потому что маца, три мацы, она символизирует три разных слоя вот в еврейском народе. Это священники, левиты, коины левиты и простые вот евреи. Коин леви Исраиль. Если бы мы поломали бы верхнюю мацу, то это бы означало, что мы намекаем, что Аарон, который сделал, он же был коином, он сделал этого тельца, мы его в этом упрекаем. Если бы мы поломали бы нижнюю мацу, то которая символизирует простых евреев, мы бы сказали, что вы, евреи, танцевали вокруг этого тельца, все из-за вас, вы нам испортили свадьбу со Всевышним. Поэтому мы ломаем среднюю мацу. Среднюю маца – это левиты. Левиты не участвовали в грехе, и поэтому они не обидятся. Все эти компоненты нам говорят, все вот эти вот законы и обычаи нам указывают, что это свадьба. Свадьба с Творцом – такое счастливое, прекрасное время. Его нужно просто хватать. На идише есть такое выражение «хапарайн». «хапарайн» – это хватай, хватай сейчас, в воздухе будет святость. В воздухе можно словить связь с Творцом. Нужно это хватать, потому что наш вот поезд приезжает к остановке, которая называется Песах. Это очень-очень святое время. Еще спросили, если это все означает свадьбу, почему мы кушаем во время свадьбы «марор» – горькую траву? И шутя, раввины отвечают, чтобы человек знал, что вот когда свадьба, к чему надо быть готовым. Но это так, шуточки. На самом деле, это свадьба с Творцом. Это огромный-огромный святой-святой день. И давайте продолжать максимально к этому готовиться. Чем больше мы подготовим себя, тем больше мы сможем унести из этих святых прекрасных дней. Хак Песах, Кашер Весамех.